Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Юлия Кавыршина. В этом выпуске. Сингапурские преподаватели возвращаются в Омск. В регионе стартует новый этап международного образовательного проекта. И шедевры классики в исполнении самого молодого музыкального коллектива страны. Сегодня в Омске выступит национальный молодежный симфонический оркестр. Итак, буквально несколько минут назад губернатор Александр Бурков выступил с бюджетным посланием на 2019 год. В зале правительства присутствовали депутаты регионального заксобрания, главы районов и сельских поселений, руководители политических партий, общественных и конфессиональных объединений, а также журналисты. В своем обращении губернатор обозначил главный вектор, по которым будет развиваться регион. Отмечу, что впервые с бюджетным посланием Александр Бурков выступил в октябре прошлого года и обозначил ряд проблем. Среди них отток населения, ситуация с дольщиками, экология. Подробности расскажем в следующем выпуске «Час новостей». Пока продолжаем выпуск. Сразу три городских маршрута сменят направление. Речь идет о 30-м и 31-м автобусах и 30-2 маршрутке. Об этом городскую администрацию поросили горожане. Так, 30-й маршрут продлили до железнодорожной больницы. Автобусы будут проезжать по проспекту Маркса, затем через тоннель на Карбышево. А 31-го, наоборот, немного сократят. Автобусы больше не будут делать зигзаг по 7-й Северной и Герцена, а поедут напрямую по Красному пути. Ну а 302-я маршрутка, связывающая район нефтезавода со Старым Кировском, вместо кожзавода теперь повезет и мечеть до конечной поселок Новостройка. По-новому автобусы поедут с 27 октября. Сингапурские преподаватели возвращаются в Омск. Специалисты вновь проведут обучающие тренинги с нашими учителями. В регионе стартует очередной этап международного образовательного проекта с участием наставников из-за границы. Омские педагоги в сентябре готовили видеозаписи для своих уроков для тьютеров. Коллеги из Сингапура посетят эти занятия и по итогам выберут 20 лучших презентаций, по которым продолжат совместную работу. На заключительном этапе 6 и 7 ноября учителя, претендующие на получение сертификата тренера, проведут в омских школах свои первые семинары под контролем наставников из Сингапура. Вода какого качества поступает в квартиры омичей? Этим вопросом сегодня задались и гости, и ведущие программы «Тот еще вечер». Наталья Рогалева и Владимир Мутовкин попытаются разобраться, можно ли пить воду из-под крана, чем опасны фильтры, и куда обращаться, если возникли сомнения в качестве водопроводной воды. Вопрос экспертам телезрители смогут задать во время прямого эфира начала в 19 часов. Вопрос экспертам телезрителей А в октябре отправился на первые гастроли. В омский коллектив исполнит шедевры классической музыки. Фрагменты из Пятой симфонии Бетховена, Лебединого озера Чайковского, Десятой симфонии Шостаковича. Омский авангард в овертайме одолел Минское Динамо. Матч проходил на домашнем льду в Балашихе. Первый период остался за гостями. Гол ворота Бабкова влетел на десятой минуте. Во второй двадцатиминутке ястребы сравняли счет и увеличили разрыв до двух шайб. Отличили Сергей Широков, Вилли Пока и Андрей Стась. В третьем периоде Силье вновь были соперники. Сравняли счет 3-3 и привели игру в овертайм. Финальную точку в матче поставил Илья Михеев. За минуту до конца дополнительного времени забил победный гол 4-3. Следующая игра авангарда пройдет в воскресенье, 28 октября. Ястребы встретятся с Нижегородским торпедой. Начало трансляции в 19.30 по омскому времени. И еще хоккей. Омские ястребы. Антон Ковалев, Дмитрий Жукенов и Илья Дервук отправятся в чешскую экстралигу. Об этом заявил президент омского авангарда Максим Сушинский. Наш клуб первым в КХЛ заключил соглашение с иностранцами. Для молодых парней это реальный шанс набраться опыта и подготовиться к переходу в континентальную хоккейную лигу. Два нападающих и защитник будут выступать в составе «Динамо» из «Портубицы». После 13 матчей чешский клуб занимает 12 место в чемпионате, опережая лишь две команды. По словам президента «Динамо», душно Салфицкого, взятые на просмотр ромские игроки помогут команде подняться выше. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Реклама будет короткой. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. О погоде. Сегодня 25 октября. По области Вомске переменная облачность, без осадков. В районах днем до 6 тепла. В Омске 8 градусов со знаком плюс. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Далее на 12канале программа «Необыкновенные люди». ВОЗГЛИЙСКИЙ КАРМОН.ру. Легенд ГОСТИ. ВОЗГЛИЙСКИЕ. КАРМОН.ру. ХОРМОН.ру. ВОЗГЛИЯ. ВОЗГЛИЙСКИ. ВОЗГЛИЙСКИ. ЗВОНУЮ.